Вечерний Коминтерн С Дмитрием Егорченковым и Никитой Данюком Добрый вечер, уважаемые слушатели! В студии Радио 1 программа Вечерний Коминтерн и ведущий этой программы Дмитрий Александрович Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Здравствуйте, товарищи! И Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российской университеты Дружбы Народов Всем плавенный привет и мы поздравляем вас, уважаемые слушатели С прошедшими праздниками Очень надеемся, что в 2018 году Мы также будем с вами вместе Будете нам звонить, кстати, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 58 98 8 800 700 ровно 58 98 Звонок бесплатный Поэтому, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь А мы, как обычно, по традиции будем подводить итоги Не просто уже уходящей недели А на самом деле вот этого периода с 1 января Потому что у нас были праздники в стране Но на самом деле повестка была достаточно обширная Как внутриполитическая, так и внешнеполитическая Да и международная тоже, да Много чего происходило, пока все отдыхали Да, поэтому в ближайший час мы обсудим встречу Владимира Путина С представителями журналистского сообщества, которая недавно прошла Обсудим также ситуацию предвыборную Потому что у нас уже есть зарегистрированные кандидаты Да, эти кандидаты самые разнообразные Их много Президент, в частности, сказал, что даже хорошо, что их много Поговорим потом немножко о российской молодежи О школьниках Президент встречался с школьниками Поговорим еще о российском туризме Да, о плюсах, минусах Потому что действительно в пору каникул, отдыха Многие люди предпочли остаться, например, в нашей стране Да, ездить по городам и весям Вот об этом всем поговорим Итак, поехали Итак, в преддверии дня российской печати Которая отмечается 13 января Президент России Владимир Путин Встретился с руководителями печатных СМИ Информационных агентств В общем-то, Дмитрий Александрович В ходе этой беседы Наш президент ответил на множество вопросов О предстоящих выборах О взаимоотношениях с Соединенными Штатами и Украиной Сделал ряд очень важных заявлений Но перед этим, перед тем, как мы все это будем обсуждать Предлагаю послышать маленький отрывок Из, собственно, речи президента и журналистов Период предвыборный в известной степени Общество всегда напрягает Потому что, к сожалению, часто всякая пена Много появляется Но, тем не менее, он хорош тем, что Дает повод людям высказаться Поговорить о проблемах страны О тех путях, которые разные люди предлагают Для решения этих проблем В общем, это полезно, на мой взгляд Это освежает дискуссию Обостряет ее Главное, чтобы все делалось в рамках закона И соблюдением каких-то этических моральных норм А в целом, все эти кампании При определенных минусах Все-таки во благо общества идет Поэтому я это приветствую И буду рад увидеть Интересные, красивые и полезные Предложения по развитию страны На мой взгляд, наш президент задал определенный тренд Да, безусловно, наш выборный процесс До недавнего времени не отличался особой пестротой Действительно, были понятные кандидаты Их было совсем немного Однако, уважаемые слушатели Я хочу напомнить, что с недавнего времени Наше выборное законодательство Было очень сильно либерализировано То есть, грубо говоря Всевозможные барьеры И преграды, которые мешали людям Выдвигаться от политических партий Либо в качестве самодвиженцев Они были полностью понижены Либо вообще разрушены Вот в этом смысле Может и сейчас можно сказать о том Что, если не ошибаюсь 45 самодвиженцев Хотело зарегистрироваться Правда, из них, если не ошибаюсь Там 15 всего Документы 15 человек Прошли Центральную избирательную комиссию Но Путин ведь говорит о том Что минусы тоже есть Потому что ведь, по крайней мере Не знаю, как вы Лена появляется Да, я слышу, что Это не выборы Это балаган Это шоу Коллеги Вот как человек, который занимается Политехнологиями На профессиональном уровне Хотел бы вам сказать Что трендсеттерами Главными, скажем так Законодателями мод В политехнологиях и выборах Всегда были Соединенные Штаты Америки И там вот эта часть Шоу Как скажем Предвыборного шоу-бизнеса Является очень таким Интересным инструментом Который как раз помогает Удержать внимание Простых избирателей Но более подробно Мы поговорим с вами об этом Буквально через пару секунд Пожалуйста, оставайтесь с нами Радио 1 Первая подмосковная Вечерний Коминтерн С Дмитрием Егорченковым И Никитой Данюком Ну вот ты тему выборов В Соединенных Штатах затронул Как пример такой Ну в том-то и дело Потому что пример-то он пример Но пример может быть и не совсем удачный Потому что В самих Соединенных Штатах И предвыборная кампания Мы это видели на примере Вот прошлой И сам процесс выборов Организации выборов Он уж очень специфический Ну например В подавляющем большинстве Штатов Соединенных Штатов Америки Не требуют удостоверения Личности Для человека Который приходит на избирательный участок А там где требуют Совершенно не обязательно Чтобы это было удостоверение Личности Например С фотографией Может быть справка Откуда-нибудь Или счет на оплату воды Ну не уверен Что надо нам в этом смысле Равняться На наших американских друзей И партнеров В том числе и в плане Организации Предвыборных всех Механизмов Инструментов Самой компании Ну и сама система Нужно напомнить Уважаемым слушателям Что в Соединенных Штатах Америки Выбирает не народ А бывают выборщики Которых выбирает народ Иными словами Которые фактически Имеют право не голосовать Так как голосовал народ Если захотят Ну обычно они это делают Но просто наглядный пример С точки зрения простого населения На прошедших выборах Соединенных Штатах Америки Большинство голосов Набрала Хирли Клинтон Однако по как раз Голосам выборщиков И тех побед в Штатах Разных Которые одержал Дональд Трамп Он собственно и стал президентом Собственно это не первый пример Буш-Гор Ровно та же самая ситуация У Гор было больше голосов Фактически Там правда был суд И в общем-то пересчет Но тем не менее А у нас на связи Наш большой друг и товарищ Армен Суматович Гаспарян Журналист, писатель, политолог Армен Суматович Здравствуйте вам Вы наслышите Приветствую вас друзья Со всеми наступившими праздниками И поддельный привет Сразу слушателям Вашей замечательной программы Армен Суматович Спасибо Опередили буквально на секунду Мы тоже собирались вас поздравить Да Самого доброго, светлого В нам в 2018 году Но со старым Новым годом Мы вас поздравим первыми Это правда Итак, Армен Суматович Вот смотрите Владимир Владимирович Путин Встретился с журналистами Сказал о том Что предстоящая Президентская кампания Она с одной стороны Создает определенную пену Намекая на то Что много Ну прямо скажем Когда бутылку с шампанским Открываешь Оттуда начинает бить Да Что много очень одиозных личностей И в общем-то Не очень нормальных Даже участвует В избирательной кампании А с другой стороны Это действительно возможность Обсудить в дискуссии Какие-либо направления Развития страны И так далее Вот как вы оцениваете В настоящий момент Ну вот Грубо говоря Начальный этап Этой предвыборной кампании Соответствует ли он Вашим ожиданиям Что вы Может быть Планируете Увидеть через месяц Через два месяца Уже когда Выборы будут Совсем близко Ну мне кажется Прежде всего Что период Карнавальной политики Когда там Бывшие президенты Советского Союза Решили баллотироваться На пост Президента России Ну это Там какой-то вот Деятель нашелся Он сам себя назначил На эту должность Я не про Горбачев В интернете Да Великосветские дивы Прочие удивительные люди Вот мне кажется Что в принципе Со дня на день Все это закончится Но Вне всякого сомнения Компания Предстоит Весьма и весьма Интересно Во-первых Впервые За все время Существования Российской Федерации Она будет происходить На фоне Такого Беспрецедентного Давления на нашу страну По всем фронтам Я имею ввиду Там и политические И экономические И какие-то Гуманитарные Сектора И так далее И так далее Второй момент Впервые За все эти годы Существует Кандидат Которого Лоббирует Госдепартамент США Я вы знаете Ну то Вернее он не участвует В выборах Он к ним не допущен Но между тем Вот если посмотреть Структуры BBG У меня вообще Ощущение Что его уже избрали В принципе И вот Осталось дождаться Просто небольшой Некоторой формальности Которая называется Инаугурация Потому что Их вот послушать Ну Навальный Уже все Там и правительство Сформировано И все хорошо А Путин Так какой-то Незначительный Человек Бегает по политическому Пулю На котором Можно не обращать Внимание Армен я прошу прощения Вот как раз Владимир Путин Об этом сказал О том что Администрация США И руководство Других стран Прокололись И лучше бы промолчали С критикой С недопуском Алексея Навального На выборах В том числе и потому Что других кандидатов Многих тоже не допустили А здесь прям явно Ангажированная позиция И выделяют Именно одного человека Ну в наших условиях Мне кажется Это большой просчет Политехнологов Которые вот Решили обозначить позицию Да Армен Продолжать пожалуйста Ну конечно Никит Я абсолютно согласен Но мы можем же вспомнить Что вы как раз Дмитрий Мастр И того самого Замечательного доклада О том как собираются Мешать проведению Нормальных выборов В нашей стране И вы же прекрасно понимаете Что если это все оплатили Это должно каким-то образом Работать Деньги заплачены Значит надо накачивать Общество посредством Вот этой постоянной Пиар-компании Господина Навального И не важно даже Участвует он там в выборах Или нет Действительно С точки зрения Вот классики Такой политической системы Осуществлен гигантский прокол Потому что Если вам круглые сутки Бибиджишные СМИ Рассказывают о том Какой вот великий Навальный То у меня возникает Один только вопрос А просто ли так У меня возникает сразу Да Ассоциация с мультфильмом Троясь простоквашина Корову взяли одну И возвращать будем одну Чтобы не нарушать отчетности Потому что аудиторы Строгие придут И больше денег не выделят Ну конечно И соответственно Деньги надо отработать Поэтому Я думаю Что в ближайшее время Вся эта медиаактивность Посвященная Господину Навальному Будет наоборот Только увеличиваться Потому что Еще в игру не вступили Так называемые Спящие ресурсы Потому что Здесь же На ниве информационной войны Точно так же Как в разведке У тебя есть Консервы То есть Резиденты Которые не ведут Никакую активную деятельность Но в определенный момент Ты их активизируешь Я так подозреваю Что скоро Раскроется Большая сеть Всех этих историй Причем Как зарегистрированных Средств массовой информации Так и Социальных сетей Потому что Первые Уже Цветочки На этой поляне Взошли Я лично Наблюдал С огромным Интересом И не без доли Злорадку Признаюсь честно Как например Сообщество В одной из социальных сетей Которое называлось Учимся играть На гитаре Вдруг Перестало изучать Барре Пентатоники И все прочие Радости Гитарного искусства А переключилось Непосредственно Агитацию Зунования И конечно Это все Не просто так Происходит Я думаю Что нас Ждут еще Немало потрясений Армен Смотрите Да Просто вот Как раз Мы обсуждали Конъюнитуру Навального И в общем-то Откровенную поддержку Товарища Со стороны Государственного Департамента А вы заметили Еще также Вот есть Очень Сильный кандидат На мой взгляд Павел Грудинин От Коммунистической партии Российской Федерации В отношении него Достаточно комплементарно Высказывался Бывший посол США В России Макфол Вот как вы считаете Здесь можно говорить Какой-либо связи Либо Макфол Ну известный Вот он любитель Писать твиты В поддержку тех или иных Политических деятелей Главное не Путина Либо все-таки Тоже можно Призадуматься Нашим слушателям Ну вы знаете Я еще После событий На Майдане Сказал Что вот этот Тестный спайк Либералов И националистов Уставляет Отнести на помойку Оксфордский учебник По политологии Поскольку все это Перечеркивает Канонические построения Но КПРФ Конечно превзошло Мои самые смелые прогнозы Я вообще Когда впервые Они заговорили о том Что будет другой кандидат Я думал на Афонина Вот честно Человек которого Геннадий Андреевич Зюганов Много лет пестовал И который вероятнее всего И потом и будет Возглавлять эту партию После отхода Геннадия Андреевича От активной политики Но вместо этого ПАСПе Прислали Не просто Какого-то Богатого человека А самого настоящего Олеган Да очень богатого Давайте прямо скажем Полным букетом удовольствия Начиная там От заграничных счетов Которые теперь надо Закрывать Поскольку Центральная избирательная комиссия Сказала Что ну так в общем Не пойдет И заканчивая Всеми этими чудесными Заявлениями Вы знаете У меня вообще Большие сомнения Что вот Ядерный электорат КПРФ Будет голосовать За Грудина Ну поскольку Нет в принципе Ничего более далекого От постулатов Марксизма Ленинизма Чем Господин Грудинин Вот там При всем моем уважении К его там Политической карьере И так далее Но все-таки Это кандидат Нет в КПРФ Если бы он пошел Например От справедливой России Это гораздо более Было бы Понятно Да У меня большие сомнения Что кандидатура Грудинина Будет поддержана Весьма и весьма Консервативными Секретарями Райкомов Рапкомов Это как известно Движущая сила КПРФ И извините Им жить на местах Им надо будет Объяснять Своим собственным Избирателям А не какому-то там Геннадию Андреевичу Зюгану У которого В Государственной Думе сидит Почему вот так Дерзко попираются Основные Постулаты Коммунистической Я подчеркиваю Партии Российской Федерации А при всем том Ну Грудинин Конечно Вызывает Гораздо Большие симпатии Чем многие другие Участники Президентской Компании Ну я имею ввиду Всех вот этих там Великосветских Див Господина Навального Прочих фриков Да даже По сравнению Там Теперь Звездой Корпоративов Ксения Анатольевна Собчак Потому что согласимся Что не каждый год Получается так Что сам кандидат Президента Ведет Праздники жизни Где-нибудь На Бали Это такая Свежая история Это здорово Пригласить к себе На корпоратив Будущего кандидата В президенты Мне кажется Это очень Интересный Пиар-ход В данном случае Да Ксения Анатольевна Да Вне всякого Сомнения Другой вопрос Нам бы конечно Ну по крайней мере Мне бы хотелось бы Все таки От кандидатов В президенты Слышать Объяснение Тех вопросов Политической И экономической Повестки дня Которые сегодня Стоят перед страной А получается Что кроме Путина Об этом Никто вообще В принципе Не говорит Потому что Никому это не интересно Вот Вчера например Путин Подробнейшим образом Объяснял Историю С атакой Дронов На Сирию У всех Остальных Кандидатов В президенты Было много Времени Для того Чтобы высказаться По этой теме Но ничего Не произошло Путин Подробнейшим Образом Объясняет Ситуацию На Донбассе И вот Обратите Внимание Опять Те же самые Упомянутые Ресурсы Бибиджи Больше всех И заголосили Именно по этому Поводу А собственно А что сказал Президент Президент сказал Что нас категорически Не устраивает Замороживание Конфликт Потому что Это опять Сценарий Югославии Со всеми Вытекающими Оттуда потом Последствиями Ну например Там хорватский Сценарий Нас категорически Не устраивает Невыполнение Минских соглашений Что опять же Является правдой И нас категорически Не устраивает Постоянная Вот эта вот Агрессивная Политическая риторика Официального Киева Вот смотрите Все остальные Кандидаты в президенты Максимум Что они там сказали Это что Крым не наш Ну это я имею ввиду Ксения Анатольевна Собченко И Ивлинского еще Он тоже сторонник Да И что в Сирии зря Еще Да Момент был Да Ну Григорий Алексеевич Понимаете Это у нас по сути Такая константа Политических Процессов В обществе Причем всегда С одной и той же позиции Он против То есть не важно Что будет происходить Но Григорий Алексеевич Все равно будет против Это уже там доходило Даже до Ну странных вещей Когда некоторые Видные Политики Из яблока Были категорически Против выхода Сборной России По футболу Чемпионат мира 2010 года Понимаете То есть с этой точки зрения То что Григорий Алексеевич Против Крыма И условно Его не устраивает Ситуация в Сирии Это нормально Вот если бы он вдруг Сказал Что вот как раз Там все хорошо Вот это было бы Впору призадуматься Что же происходит В богохранимой державе Да Потому что Такого еще в принципе Никогда не было Но все остальные Политики По сути Ну вот за исключением Наверное Владимир Вольфович Жириновского Который вчера Ну выражаясь Таким полумолодежным языком Отжег в программе 60 минут Наверное Высказав То что мечтает Высказать Ну процентов Наверное 89 граждан России Любому украинскому Политологу Но на этом собственно И все Но при этом Мы опять же Не забываем Что у нас Жириновский Это по сути Один из дуайнов Вообще Политики Он участвовал Еще в выборах Там в 90-м году Поэтому К нему то С этой точки зрения Вопрос в принципе Нет никаких Вопросы есть Ко всем остальным Почему Вместо Занятия Политикой Если вы сами Выдвигаетесь На пост Президента страны Нам предлагается Нам как избирателям Да Предлагается все время Какой-то симуляк А я вам могу сказать Почему так происходит Потому что для Того чтобы Начать говорить По внешней политике Да и по ситуации Внутри страны Нужно занять Какую-то конкретную позицию А еще быть Предельно компетентным И подготовленным И занять позицию А когда ты занимаешь позицию Это значит что Часть людей за тебя Но часть людей Будет голосовать против Потому что Эта позиция их не поддерживает А так как эти кандидаты Пытаются собрать максимально Что называется Со всех полян и кустов Как это делал Макрон Во Франции например Макрон тоже позицию не занимал Ну у Макрона При этом была целая армия Политехнологов И огромные бюджеты Которые выделяли В том числе Различные товарищи Из банков Там Ротшильдов Не Ротшильдов Но тем не менее Друзья я с вами Абсолютно согласен Но единственное что Россия это все таки Не Франция И господину Макрону Было очень легко Побеждать Поскольку есть Прекрасная В кавычках Французская традиция Победить должен кто угодно Только не Марин Липен А если извините Остаются двое То понятно кто побеждает Тем более что в любом случае Руководить-то страной Будет Германия А вовсе не Макрон Владелец жены Она же ему мама По сути получается В нашей стране Все таки есть некая Другая политическая традиция Она там может кому-то нравится А может кому-то нет Но у нас все таки Люди хотят услышать Что-то вменяемое От кандидатов в президенты А получается что Единственный кто может Что-то сказать здравое По повестке дня По тем вопросам Которые предстоят Это только действующий президент Потому что вот Риторика Павла Грудинина Это знаете Каноническая такая теория Лучше быть богатым И здоровым Чем бедным и больным Потому что вот этот Вечный отсыл там Марксистско-ленинскую Диалектику Я вас умоляю Кто там сегодня Двадцатилетних Людей сможет там Обозначить Хотя бы пять пунктов И сматый диамат Ну если честно Я бы Собственно верхушки КПРФ задал вопрос По поводу диктатуры Пролетариата А также наличие Нескольких олигархов В их списках Время даже не тратить Время даже не надо тратить В свое время Один из заместителей Геннадий Андреевич Зюган Он мне в прямом эфире Сказал Шармен Сумбаш Ну все хорош Ну чего вы к нам С Лениным пристали Да не читает его Понятно Это открытым текстом Мне было сказано Что там им задавать вопросы Ну просто когда вот Выходит Грудинин И я там вижу Опять вот это вот Отсылку датого В времена там Моего комсомольского Прошлого Когда я открываю Телеграммы Читаю о том Что вот расходы Значит на рекламную Подразумевают Красные ленты С надписью Наш красный кандидат Ну друзья Ну на дворе 2018 И уже год Ну какие красные ленты Ну вы посмотрите На Грудинина Вы послушайте В общем Как меняется Риторика В мире А вы все С этими красными лентами Ну в конце концов Ну можно уже Более серьезно же Относиться К политическому процессу Ну я мог бы понять Если бы это было Какое-то реалити шоу Собственно туда же И хотели это все Загнать Я почему употребляю Выражение Карнавальная политика Со всеми там Катями Гордон И другими Прекрасными Нашими Женщинами России Но Грудинин То позиционирует Себя все-таки Как один из фаворитов Избирательной кампании Человек который Ну как минимум Будет претендовать На второе место И место Это вот Это вот Замшелая Абсолютно Риторика Ну я не знаю На кого она рассчитана Вот право слово Вот когда Выходит там Владимир Вольфович Все понятно Он остается абсолютно В образе Когда выступает Путин Тоже не надо там Задавать дополнительный вопрос Там как детям С девиантным поведением Объясняют Позицию России Вот мне просто Иногда даже Знаете Интересно Вот самому Владимир Владимирович Не надоело Вот так вот Методично Популярно Объяснять Очевидные вещи Потому что Иногда вопросы Ждают ему такие Что не знаешь Вот людей Такое ощущение Что заморозили Они последние три года Видимо Были вне информационного Позвольных Волнует Что-то другое Абсолютно И вот на этом фоне Еще понимаете Там корпоративы Собчак И Зарубежный Щиток Грубин То есть картина Но я надеюсь Конечно В ближайшие Там пару Недель Это все Более-менее Начнет приходить В русло Правильный С точки зрения Там политологии С точки зрения Политехнологии Модели Будет конечно Наверное Интересно Послушать дебаты Но давайте Я честно Вот вам скажу Друзья Что я не жду Там никаких Откровений И призываю Всех не ждать Там условно Сравнений По интеллектуальной Составляющей С беседой Станиславского С Немировичем Данченко Потому что Мне кажется Что Президент Уже повестку Все обозначил А на каких Полянах Там будут Оттаптываться Остальные Кандидаты Вот для меня Это пока Огромнейший вопрос Потому что И смат и диамат От Грудинина И вечная Вот эта такая Полуагрессивная Риторика Владимира Вольфовича Ну они По-моему Не сработают Уже в этом Электоральном цикле Как минимум Справедливо Армен Спасибо вам большое Напоминаю У нас на связи был Армен Суматович Гаспарян Журналист Писатель Политолог Наш большой друг И товарищ Я кстати хотел добавить Что вот В самом конце Встречи Путина Он сказал о том Что самые большие Зачарования Проистекают от больших Ничем не обастованных Ожиданий Нужно быть реалистами И Сказал кстати Путин Что сам Самому поле Перепахать очень сложно Надо найти тех Кто рядом Очень важно Работать в коллективе Находить свое место В этом коллективе Ну и собственно Работать И вот эта позиция реалиста Ну как мне кажется Она наиболее Практика политического Да Она абсолютно нормальная Уважаемые слушатели Мы вернемся к вам Буквально через пару минут В эфире Радио 1 Программа Вечерний Коминтерн Не переключайтесь Радио 1 Вечерний Коминтерн Дмитрий Егорченков Никита Данюк Радио 1 Вечерний Коминтерн Дмитрий Егорченков Никита Данюк Мы продолжаем Владимир Александрович Предлагаю все-таки Продолжить обсуждение Путина Предвыборной кампании Мне кажется Там интересно было В процессе Да Очень важные были моменты Вот например Спросили у Путина Про Украину Армен Корок Об этом сказал В общем-то Позиция Путина Заключается в том Что безусловно Замороженный конфликт Не в наших интересах Он не в интересах Ни украинцев Ни представителей ДНВ Он очень четко сказал Что мы Две ветви Одного и того же народа На самом деле Два разделения Фактически И война между нами В любой форме Информационная даже Та, которая присутствует Она никому не нужна Из нас Ни украинцам Ни россиянам Нужна она исключительно Внешним силам Тем самым Которые уже довольно давно Пытаются нас разделить Которые пытаются Оторвать Украину От России И Россию От Украины И в абсолютно Геополитических целях Использовать Это разделение И такой маленький Психологический На мой взгляд Просто невероятно Блестящий ход Он также сказал Что пользуясь случаем Он сказал о том Что Россия Готова даже Передать военные корабли Которые остались В Крыму Ну собственно Украинской власти При этом Сказал о том Что они находятся В ужасном Плачевном состоянии Там и авиационная техника И бронетехника Несколько Да И при этом Он говорит Это не наше дело Если захотите Вы в общем-то Можете их забрать Ведь естественно Вот как я глубоко Убежден Украинцы на это Не пойдут При этом Путин В очередной раз Сказал о том Что ну товарищи Вы нас тут обвиняете В том что мы страна Агрессор Пожалуйста Вот забирайте Это ваше Никто не трогал Пальцем не прикоснулся И в этом смысле Опять же показана Сильная сторона Нашего президента Прекрасно понимаем В каком Информационном пространстве Существует Ну собственно Фигура Путина На Украине Понимаем Ну давайте прямо скажем Это Переходит все нормы Даже вот просто Приличия Приличия Несмотря на всю эту ситуацию Говорит о том Что мы готовы Делать шаги навстречу Для того чтобы Братские народы Кстати он говорит Не о братских народах А об Одном народе Об одном народе Да О разных частях Одного народа Да Там есть определенные Особенности Но тем не менее Что нужно эту ситуацию Прекратить Более того Ситуация по Сирии Ну давайте прямо скажем Это ведь вопрос Мог На этом вопросе Ну могли поплыть Любые другие кандидаты Вот представляете Мы ошлили Очень эффективную операцию В Сирии Террористов вроде как Зачистили пусть не до конца Но вот атаки продолжаются Что сказал Путин Провокаторы известны И Турция Что самое важное Как мне кажется Ни при чем Ни при чем Ну здесь К справедливости сказать У других кандидатов Нет всей полноты информации А у действующих президентов Российской Федерации Такая полнота информации есть Да Ну по крайней мере У кандидатов есть возможность Заявлять свою позицию В отношении Внешней повестки Давайте прямо скажем Ну это мы уже обсудили Здесь ничего сложного нет Ну по крайней мере Поанализировать И высказаться за что-то конкретное Вот По Сирии поговорим Еще отдельно Уже во втором Во втором части У нас вот кстати Звоночек есть Давай попробуем Здравствуйте Пожалуйста Представьтесь Откуда вы Мы вас слушаем Алло Здравствуйте Добрый вечер Алло я в эфире Да в эфире Здравствуйте Мы вас слушаем Представьтесь Добрый вечер Вы знаете Из Серпуха В Московской области Мы Вот Мнение наше Такое Что вот Вы говорите О кандидатах Президенты Российской Федерации Но Россия Вы знаете Кандидатам Раньше все-таки Президенты Готовились Были кадры Которые бы Способны Были бы В любой момент Разные бывают ситуации Международной политики Внешней политике Были готовы Ну Как бы Управлять страной Сейчас Альтернативы Якобы Вы так Говорите Что нет Кроме Владимира Владимировича Путина Но Собчак Она Пусть Вердется От кандидата Она пусть Научит Уважать людей А Жириновский Не покупает Рубашки По 78 тысяч рублей А вот Кандидаты Если бы Зюганов Геннадий Андреевич Это достойный человек Он думает о людях Так же Как и Владимир Владимирович Путин И еще Пожелание Такое Алло Да-да-да Говорите внимательно Еще пожелание Такое Было Радио Вещанием Чтобы Больше Как бы Озлучивали И само население Не только Кандидаты Депутаты Были Как бы Все население Знало бы О внутренней Политики И внешней политики Своей страны Ну так же А внутренней И внешней политики Других Спасибо Мы вас поняли Спасибо огромное Но на самом деле Справедливая точка зрения Единственное замечание Мы все-таки здесь Не обсуждаем Фигуры Кандидатов Не личности Мы обсуждаем Предвыборные программы И Вот Профессиональные точки зрения С экспертной Если предвыборная программа Или там Платформа От которой Выдвигается Кандидат Явно Ну слабая Давайте прямо скажем Если Павел Грудинин Мы же в политическом поле Сейчас Информационном поле Мы пока видим Кто какие заявления Сделал Кто как себя В этом политическом поле Ведет И Ну с точки зрения Такого сухого анализа Какого угодно Контент анализа Ивент анализа Ну давайте прямо скажем Действительно Путин Ну очень сильно Выделяется Как раз В первую очередь Подготовкой Он действительно Не просто профессиональный политик Он Как мне кажется Уже дорос до статуса Лидера нации И в данном случае Любое его Ну Движение Встреча Заявление Реплика Она На несколько порядков выше Чем Ну аналогичные вещи У других кандидатов Понимаешь в чем дело Это как раз нормально Опять же С учетом того Что опыт Огромный Что источников информации Огромное количество Что Из серии Знаешь Я почему такой умный Потому что у меня Это в жизни Уже много раз все было Да Я это видел Я это проходил Я знаю Как реагируют На те или иные Международно-политические ситуации На внутренние вызовы И так далее Другие Другие кандидаты Не могут Объективным По объективным причинам В этом смысле Быть Абсолютно Конкурентоспособными Да С Путиным Но Они должны Быть Хотя бы Показывать Возможность Такого роста Готовность На этот рост Проявлять Политическую волю И Эта политическая воля Прежде всего Проявляется В наличии Программы Четкой По пунктам Что я буду делать Как я вижу Развитие страны В будущем В том числе Внешнеполитические А в какую сторону Мы идем Мы с Западом Мы с Востоком Мы евразийцы Мы атлантисты Что мы делаем И иметь смелость Заявить о том Например Что нынешнее руководство Страны В внешней политике Делает все правильно Не отмалчиваться Если ты не можешь Опонировать А четко поддержать Эту линию Вот как-то так Это выглядит Ну Предлагаю Дальше Обсуждить Встречу Президента нашей страны Владимира Путина Со школьниками Дело в том Что вот он недавно Встречался накануне С журналистами обсудили А теперь со школьниками Да Это мне кажется Тоже очень интересный Такой предупрежденный момент И эту тему Мы Я предлагаю Обсудить Уважаемые слушатели Также вместе С нашим дорогим товарищем У нас на связи Алексей Владимирович Коршунов Проектор Московского Государственного института Индустрии и туризма Лауреат премии Правительства Российской Федерации В области образования И к тому же Член Конституционного совета Российского движения школьников Алексей Владимирович Здравствуйте Вы нас слышите Да Добрый вечер В последний год Такое большое внимание Уделяет молодежи Мы видим Как постоянно Происходят встречи Со студентами Как в центре Для одаренных детей Сириус в Сочи Он собственно встречался Обменивался репликами Как теперь Приезжает к школьникам Не кажется ли вам Открытый урок Первый сентября Да Ну собственно Вот этот открытый урок Он и запустил Вот этот процесс Россия устремленная В будущее Сочинение Как вы считаете Не кажется ли вам Что в общем-то Путин получается Делает ставку Не на поколение 30-40-50-летних А на самых Молодых людей Ну С моей точки зрения Образование И работа с молодежью Если мы вспомним Все время правления Владимира Владимировича Всегда был одним Из главных приоритетов Для него И неудивительно Что И один из национальных Проектов Приоритетного развития Это был проект Образования И мы помним О том Большом внимании К молодежной политике Которая проявляла Администрация Все эти годы Что Владимир Владимирович Был президентом И премьер-министром И активизация Всей работы С молодежью Произошла Именно в эти годы До 2000 года У нас все-таки Вся эта история Была в очень Таком Чаховом состоянии Слабо финансировалась Образование И молодежь Интерес к этому Стала власть Проявлять Из-за интересованности Участия Именно в эти годы Конечно Очевидно Что И президент И правительство Делают очень большую Ставку На Молодых россиян Более того Мы с вами Можем обратить Внимание Что Если говорить О встречах С молодежью И детьми То последний год Очень четко Сфокусирована Эта активность На Конкретном Конкретной группе Детей и молодежи На тех ребятах Которые одаренные Которые талантливые Которые проявляют Особые способности И президентский проект Это Центр Сириус Да Фонд талант и успех Все знают Что он был создан По инициативе Владимира Владимировича При его очень активном Участии Он его сам курирует И администрация Президента Очень плотно Курирует деятельность Этого центра И Ну Очевидный тренд Конечно Молодежь Дети Но Мне кажется Что это очень естественно И правильно Для главы государства Которые думают О будущем Страны Которую возглавляет Очевидный Естественный интерес Вот К таким детям К такой молодежи Другой вопрос Что Может быть Нужно подумать О какой-то программе О каких-то встречах О каком-то налаживании Диалога Не только Вот с этой Скажем Самой талантливой Самой лучшей Самой реализовавшейся Частью Молодых людей И школьников И студентов Но подумайте О том Как в этот диалог С подрастающим поколением Включить Остальные группы Этого подрастающего поколения Потому что Невозможно Строить Эффективную политику На диалоге Только с самой успешной Частью Только с самой успешной Стратой Этого поколения Да Справедливо Алексей Разрешите такой вопрос Вот Тема была Россия устремленная В будущее Тема сочинений Какой Россия Будет там В сороковые Пятидесятые Года И действительно Школьники рисовали Оплёдный образ Своего отечества Почти полный Человек написал Да Действительно Огромное количество людей Принимало участие Ну Школьников И Алексей Ильич А вот на ваш взгляд Какой образ Нынешней молодёжи Причём даже не студентов Вот таких Да Там Двадцать с плюсом А вот Старших школьников Либо средней школы Какая молодёжь сейчас Вот вы как эксперт В этой области Можете нам сказать Вы знаете Ну молодёжь И сейчас И во все предыдущие годы На мой взгляд По моей оценке Она всё-таки Очень разная Попытка нарисовать Какой-то средний Типовой портрет Всегда упирается Вот в очень Большое разнообразие Очень большую Дифференциацию Этой молодёжи Четырнадцатилетний Подросток Москвич Это Скажем Одна история Одна ситуация Четырнадцатилетний Подросток Из Скажем Какого-то Небольшого села Это немного Другой уже Молодой человек Более того Если мы возьмём Ребята Увлекающихся Какими-то Разными Направлениями Социальной Деятельности Спорта Творчества Они тоже будут Очень сильно Между собой Отличаться Даже при том Например Что они оба Москвичи И Конечно Очень важно Думать о том Чтобы это поколение Оставалось Единым Чтобы у него Были какие-то Единые ценности Единые цели Единые задачи Интересы Несмотря на то Что они живут В разных уголках Огромной страны И занимаются Ну там Активностью В разных сферах Собственно Когда создавалось Российское движение Школьников По инициативе Президента Это была На мой взгляд Одна из основных Задач Одна из приоритетных Целей Чтобы Единство Страны Единство Вот этого Подрастающего Поколения Было таким образом Обеспечено Действительно Потому что Все проходят Через школьные парты Конечно Единство развития И так далее Арсенович Вы на самом деле Очень большая Находка для нас Потому что Помимо того Что вы являетесь Членом Волгационного совета Всероссийского движения Школьников Вы еще и Проректор Одного из Ведущих вузов В нашей стране Который занимается Подготовкой кадров В туристической отрасли Поэтому Разрешите Тоже мы вам Пару вопросов Сдадим Потому что Вот прошли Каникулы Отпуск И мы видим Что Очень большое Количество Наших соотечественников Предпочитает Зарубежному отдыху Внутренний туризм Но при этом Который Кстати говоря Очень важно Это тоже Один из инструментов Механизмов Сращивания страны Ее объединение И Объединение людей Внутри государства Абсолютно справедливо При этом Буквально накануне Если я не ошибаюсь Фактически полностью Был снят запрет Ну грубо говоря С трансферов В Египет Ну там Размышляют Размышляют об этом Я просто Небольшую ложечку Дегтя хочу внести Вот Как вы на это Смотрите Смотрите Согласно статистике Действительно В 2014 году На 30% Внутренний туризм Вырос В 2015 на 18% В 2016 на 15% А вот Как только Открыли Нормальное Авиасообщение С Турцией Как только Появились намеки На то Что российский турист Может снова Поехать Например на пляже Египта Этот В общем-то Показатель Сразу Ну не обнуляется Но тем не менее Становится не таким Впечатляющим Как вы считаете Какие у нас Системные проблемы В стране В области развития Как раз Внутреннего туризма Если не ошибаюсь У нас есть Такой орган Исполнительной власти Как Ростуризм Который В общем-то Ну Занимается Развитием Как раз Этой сферы Этого направления Но Учитывая нашу Необъятную территорию И огромное количество Возможностей Может министерство Уже нужно Опять Да Вам не кажется Что такое ведомство Ну с такими Урезанными полномочиями Не в полной мере Соответствуют Ну по крайней мере Тем стратегическим планам В которых Россия может стать Настоящим Туристическим хабом Потому что Как мне кажется Наш потенциал Ну он Наравне там С Италией Францией И другими странами Я уж про Турцию Не говорю Коллеги Ну наш потенциал Я надеюсь Он даже больше Чем у Италии Или у Франции Все-таки С учетом Наших масштабов Размеров территории Количества Скажем Особо охраняемых Природных территорий Национальным Культурным Многообразием Ну там Даже вот То количество Часовых поясов В которых Находится Россия Так сказать Дает такой выбор Любому туристу Вот мне довелось После Нового года До Рождества Я Побывал во Владивостоке В Калининграде В самой западной Так сказать В самой восточной стране Ничего себе Да Преодолел Вот за Эти такие расстояния Так вот вышло Что было две поездки И конечно Когда ты бываешь Когда ты часто ездишь Внутри страны У тебя есть возможность Сравниться тем Что происходит в Европе В Северной Америке Как все это выглядит Ты понимаешь Очень важная проблема Ключевая проблема Это кадры Даже не инфраструктура Хотя инфраструктура Конечно тоже проблема Но она решаемая Мы видим на Примере Сочи Где уже который год Переполнены Зимние курорты Зимние курорты Отели Гостиницы Где крайне востребована Те качественные Это качественная инфраструктура Которая была создана На зимних олимпийских играх Тем не менее Кадры остаются Очень важные Очень большой Очень серьезной проблемой Для того Чтобы Изменить ситуацию Ну Говорить о том Что просто давайте Формально повысим статус Там Создадим министерство Ну это такое решение Оно административное Оно достаточно простое И Ну Но при этом Не очевидно Что оно самое правильное Да У нас всегда очень Велик соблазн Поменять отношение К какой-то проблеме Изменить какую-то ситуацию Просто за счет повышения Статуса Там органа Государственной власти Или создания еще одного Или расширения Там Количества сотрудников Практика показывает Что это далеко не всегда Помогает Ну К сожалению Да К сожалению Скорее не помогает Чем помогает Сейчас про переименование А в милиции В полицию Нет Ну Я не эксперт В работе Правоохранительных органов Не скажу Какие изменения Это за собой повлекло Но Очевидно Что проблема кадры Проблема инфраструктура Проблема Увязки Всего Что происходит Вот в некую Такую Скажем Единую Туристическую Политику Мы видим Что допустим Москва Сейчас Эти задачи Решает успешно И поток Туристов В Москву Растет Независимо Ни от чего Из года В год И Ну Даже вот Несмотря ни на какие Измене ситуации Где бы Что бы не открылось А по Подмосковью Что можете сказать Ну Мы рассматриваем Когда мы говорим Про Москву Все таки В смысле Туризма Москва и Подмосковье Они представляют У себя некий Единый Туристический Скажем Центр Да Такой Единый Туристический Мегаполис Потому что Многие туристы Прилетающие В Москву Прилетают В аэропорты Там Домодедово Шереметьево И едут жить В Москву При этом Например Посещают Подмосковные Монастыри При этом Посещают Какие-то Подмосковные Музеи Музей Пастернака Например Садьбы Холом Из Венигорода При этом Понятно Что они будут Жить Не в Подмосковье А большая часть Будет жить В Москве В московских Гостиницах Поэтому Здесь этот Процесс Он такой Скажем Единый И тяжело Разорвать Где тут Туризм Москвы Где тут Туризм Московской Области Я бы говорил Про туризм Московского Региона И Комплексный Подход К развитию Наверное Будет Даже более Правильный Чем Как-то Это Разделять Да Тем более Что у Москвы Есть Понятная Ситуация С Территориями С количеством Гостиниц Которые тут Просто физически Невозможно Строить Каждый год Все больше И больше В какой-то момент Места хватит В Московской Области Огромное Количество Места Для застройки Ну и опять Если транспортная Доступность Будет То В принципе Можно и за счет Строительства Этих объектов Произвать туризм Опять же И в Москве И в Подмосковье Семенович Разрешите Вот такой вопрос Мне кажется Самый главный Его Мне кажется Волнует В большинстве Своем Наших слушателей Вопрос Цена-качество Давайте прямо скажем Очень много Российских граждан Предпочтут Более дешевую Путевку Например В ту же Турцию Или в Египет В отличие от курортов Ну я не знаю Краснодарского края И при этом Ну прямо скажем Качество Не пострадает А во многих случаях Ну будет даже выше Чем наша российская Это тоже проблема кадров Это проблема Во-первых Грамотных кадров Которые могут Привести Внятный анализ И объяснить Какие во-первых Объективные причины Увеличивают стоимость А во-вторых Разработать Систему меры Комплексный подход Для того Чтобы обеспечить Снижение этой цены Ведь Если у нас есть Квалифицированные Специалисты Я вот например Уверен Что эта задача Ну решается Не только Экономическая ситуация Не может Объективно Ну нет никаких Объективных Экономических Предпосылок Скажем так Для того чтобы цена На внутренний тур Была намного выше На порядке выше Чем стоимость Аналогичных Поездок за рубеж А другой вопрос Что Какие Принять грамотные Правильные решения В формировании Например Стоимости билетов Как влиять На формирование Стоимости авиационных Лежнодорожных билетов Субсидирование Как Турция Та же делает Если я не ошибаюсь Она субсидирует Поездки туристические Либо субсидирование Субсидирование Опять же Кажется самым простым Самым легким шагом Насколько этот шаг Системный Надо понять Насколько мы готовы Все таки Когда индустрия Она определяется потоком Чем хороша В чем очень большое Конкурентное преимущество Турции Египта Там наложены Именно индустрии туризма Десятки рейсов Там чарт Миллионы туристов То есть Прирост измеряется Или падение В сотни тысяч туристов У нас не так много регионов Которые могут Похвастаться тем Что вот В их случае Можем говорить Об индустрии туризма Краснодарский край Безусловно Очень яркий пример Как повысить Транспортную доступность Вот мы много говорим Про то что Строится Крымский мост Обсуждая плюсы и минусы Но очевидно Что наличие Такого способа Добраться в Крым На автобусе На поезде На машине То есть Появление нового Скажем Транспортного Такого пути Транспортной магистрали В Крым Конечно Я думаю На развитие туризма В Крыму Окажет очень Серьезное влияние Положительное Потому что Стоимость Прибытия туда Значительно снизится И возможность Выехать потом Обратно То есть Надо разбираться В тех факторах Которые формируют Повышенную цену И понимать Как добиваться Снижения Проводить Работу С авиаперевозчиками Проводить Работу С отелями Пытаться Понять Ведь Одна из причин По которой Допустим Отели Сильно завышают Цены У нас Не сформирована Система Какой-то Хотя бы Относительно Равномерной Загрузки Это проблема Туристической индустрии Во всем мире Когда есть Высокий сезон Где народ Заселяется Готов платить Любые деньги Да Если вы в ту же Италию и Францию Поедете в сезон Будет одна цена Вне сезона Приедете Даже в самый Прекрасный отель Там может быть И в три раза Цена ниже И в четыре И так далее У нас Та же самая ситуация Если вы летом Приедете на Розу Хутор Цена заселения Там может быть В два раза меньше В три раза меньше Чем в сезон Значит Надо думать о том Чтобы равномерно Наполнять Наши туристические объекты Равномерно наполнять Инфраструктуру Туристами Привателем Культуру Отдыха Может быть Формировать налоговые льготы Для предприятий Которые уделяют Отдыху Оздоровлению Своих сотрудников Больше времени Больше внимания Просто немножко статистики Вот вы чем больше говорите Тем все равно я понимаю Что все-таки Кто-то этим должен Заниматься системно Ну смотрите Просто немножко статистики Мы надеемся на Ростуризм Да В 2015 году Россияне потратили На зарубежные поездки Больше 35 миллиардов долларов Это на минуточку В два раза превышает Объем экспорта Российского вооружения Представьте Что хотя бы половина этих денег Осталось бы внутри нашей страны За счет как раз Привезли 15 Везли 30 И последний вопрос Если можно коротко Какие основные Туристические кластеры Хабы в нашей стране Вы бы выделили Ну понятно что Крым Понятно что Краснодарский край Но страна-то у нас В общем-то Не только морем едина Какие бы еще Направления Вы бы посоветовали Нашим гражданам Ну я очень советую Хотя и так Это направление Конечно уже Пользуется большой популярностью Такой большим Скажем ажиотажем Я бы очень советовал Посмотреть на Калининградскую область Это уникальное место С точки зрения Туризма И с точки зрения Понимания Истории Культуры Нашей страны Европейской Истории Культуры Тем кому Это тоже интересно Это уникальная Возможность Насладиться И пляжным отдыхом Совместить пляжный отдых С осмотром Каких-то достопримечательностей Это единственный Пляж в нашей стране Который удостоен голубого флага Евросоюза В поселке Янтарное Единственный пляж в России Который отвечает Там всем Самым высоким Европейским стандартам Так На западе выяснили На востоке Байкал Владивосток Ну у Байкала Сложные ситуации Хотя там конечно Колоссальные перспективы Для развития Но это особо охраняемая Природная территория Туризмом Там надо очень серьезно Заниматься Сколько стоит билет Например из Москвы Да И помню о равновесии О необходимости Поднять равновесие С природой Потому что вот у нас Там сейчас начали строить Дома отдыха Какие-то базы И вроде бы У экологов Там есть серьезные замечания К тому Что происходит с озером Все Прошу прощения У нас просто заканчивается время Напоминаю уважаемым слушателям Что у нас был на связи Алексей Владимирович Коршунов Проектор Московского Старственного института Индустрии и туризма Лауреат премии Правительства Российской Федерации В области образования И член Конституционного совета Российского движения школьников В общем уважаемые слушатели Несмотря на сложности Путешествуйте Путешествуйте по нашей стране В том числе Калининград Байкал Владивосток Ну и курорты Краснодарского края Под Москвою Иногда пора лететь на юг Ну в Подмосковье Сам Бог велел Вечерний Коминтерн С Дмитрием Егорченковым И Никитой Данюком Здравствуйте товарищи В эфире радио 1 программа Вечерний Коминтерн Мы продолжаем Будем теперь анализировать Внешнюю повестку Международные дела Она кстати тоже Очень насыщенная Несмотря на праздники Да очень активная была Ну Саняич Вот вы как специалист большой По региону Ближнего Востока Дипломат Практик Можете мне объяснить Не совсем недалекому Да человеку Но тем не менее Мы вроде недавно Говорили На уровне Министерства обороны И президент об этом говорил Что фактически территория Сирии Сирийской Арабской Республики На 90 с чем-то процентом Стремящимся к 100 Но не достигающих 100 Зачищена от различных Террористических группировок И вот после того Как определенный контингент Из наших баз Был отправлен обратно на родину Мы видим Что происходит атака На базу в Тартусе Причем Это была Это была Атака Дронов Что очень интересно При этом Дроны эти вылетали С территории Идлиба Которые вроде как Ну Все таки Давайте прямо скажем Контролируются Нашими турецкими партнерами Которые снова Не при делах Хотя В общем-то Они большое влияние В этом регионе имеют Вот вы мне скажите Вот так вот На пальцах Объясните Когда Подобного рода Атаки будут полностью Пресечены Соответственно Когда мы зачистим Всех террористов Все террористические группировки И почему Турция В очередной раз Вроде как Не при делах Но так или иначе Обходить вопрос Турции Ее участие Поддержки Или там По пустительству Ну Не приходится Потому что Слишком много Уж простите Каких-то действий Со стороны Турции Было И в общем-то Стоит уже задуматься Не любишь ты Наших турецких партнеров Да нет Почему Очень люблю Просто ну Странно получается Самолет сбили Эрдоган не виноват Кстати Путин с Эрдоганом Обсудили вот эту атаку Да То что там Снабжали Определенные силы В Турции Даже террористов Тоже Минобороны Нам показывала Кадры И они через Турцию Нефть продавали Тоже Эрдоган не виноват С территории Либо прилетают дроны Эрдоган снова Не виноват Можете объяснить Невиновность Эрдогана В чем же она Вот такая Непогрешимая Знаешь Мы будем Не оригинальны Мы начнем сначала И пойдем к концу Потихонечку Начнем сначала По поводу того Что По поводу нашего заявления О том Что значит Все террористы В Сирии уничтожены Не так немножко было Было заявлено о том Что сломан хребет Исламского государства Одной из Крупнейшей Но тем не менее Одной из террористических Организаций Которая действовала в Сирии Кроме Исламского государства Там По приблизительным подсчетам Больше 150 других Мелких Относительно мелких Относительно крупных Организаций Присутствуют Значит В том числе Присутствуют И как раз Той самой провинции Идлиб На северо-западе страны Куда они съезжались В том числе Фактически С разрушения Сирийского правительства Ну например Из Алеппо Когда выходили боевики Ты помнишь Они на автобусах Уезжали как раз туда В Идлиб Да Еще помню Что Турция тоже была Перевалочным пунктом Для боевиков В свое время Была Была Действительно И значительная часть Тех боевиков Которые находятся Сейчас в провинции Идлиб Это люди Так или иначе Аффилированные Или там Себя сами Аффилирующие Из Турции Например Представители Организации Братья-мусульмании Разных филиалов И так далее Сейчас Действительно Для Центрального правительства В Дамаске Для президента Асада Стоит очень серьезная Задача По Получению Контроля Над провинцией Идлиб Этим собственно Сейчас Асад И занимается Уже вызвав Целую Волну Обвинений Новых Ну как ты понимаешь Как обычно В западной прессе О том что там Нарушения пошли Что гибнут Мирные террористы Отставить мирная Оппозиция Вот Что Еще и Россия Там помогает Оказывается Под Самый новый год По Российской базе Хмимим Был нанесен удар Минометами Минометный удар Два погибло Наших военных Там То ли получили То ли не получили Ну какая-то часть Материально-техническая Была тоже повреждена Вот тоже было Очень много Спекуляций На эту тему Чуть ли не все Самолеты уничтожены Значит Моментально Западная пресса Там та же Уважаемая Западная пресса В ради журнала Foreign Policy Отписалась Что Россия Это не победила Оказывается В Сирии И что все заявления Были неправда У нас тоже Кстати нашлись Такие средства Массовой информации У нас Целый список Этих Значит Был Средств Массовой информации Немножко Подождите Вернемся к вам К соблюдению Этой темы Буквально через пару секунд Итак Обсуждаем Сирию И атаку На наши базы Беспилотников На базу Сначала Первый удар Был минометный Кстати Сегодня Министерство обороны Отчиталось о том Что Та группа Террористов Которая нанесла удар Минометный Была вычислена Локализована И уничтожена Ракетным ударом Значит Вторая Вторая атака Была действительно Дронами А вот это уже Совсем интересно Очень Совсем интересно Потому что Анализ Там Все эти дроны Были либо сбиты Либо перехвачены И посажены Просто нашими средствами 11-12 их было Да По-моему Ну там Разные цифры звучат 13 по-моему Да 13 Там Кое-кто говорил о том Что 35 Или 31 Этот дрон Ну на самом деле Да 13 Похоже на На правду Дроны были Очень разные Судя по всему Чуть более Совершенные Чуть менее Совершенные Как говорят Они специально Были в общем-то Замаскированы Под дроны Кустарного Производства Но на самом деле Высокологичность Этих дронов Ну очень было Просто Понятен Любая Скоординированная Атака Фактически роботов Да Фактических роботов На любой Объект Требует Серьезных Научно-технических Знаний Серьезной Подготовки Серьезного Персонала Координации И так далее Сама Теория Атак На ПВО С помощью Дронов Она разрабатывается Нашими западными Американскими Прежде всего Коллегами Уже довольно давно Кстати У нас на связи Наш большой друг И товарищ Евсей Васильев Кандидат политических наук Заместитель директора Бюро стратегических Коммуникаций Евсей Здравствуйте Вы нас слышите Добрый вечер Коллеги Добрый вечер Слушатели Пользуясь случаем Хотим вас поздравить Со всеми прошедшими Праздниками И в общем-то В новом году Снова в бой Евсей Такой вопрос Спасибо Обеспечение Нашего ВМФ В Тартусе Сказал о том Что знает Заказчиков И организаторов Но при этом Напрямую Их не называет Мы все примерно Понимаем Какие игроки Вовлечены Ну собственно В сирийский кризис Вот вы можете Обозначить Какие все-таки Стороны Были главными Бенефициарами Этой атаки Предположить Никто никого Не обвиняет Но ваше предположение Экспертное Ну это очевидно Что есть Сложилось Две группы Интересов Скажем так В нерегиональных И региональных Игроков Вокруг сирийского Конфликта И процесс Его урегулирования Позитивную роль В этом процессе Играет В первую очередь Россия Которая поддерживает Легитимные власти И сотрудничает В этом направлении С Ираном И с некоторых пор С Турцией Можно рассуждать О степени Успешности Этого сотрудничества Но факт Того что Наметилась Некая коалиция Он налицо А в то же время Существует Группа Которая Активно Противодействует Процессу Мирного регулирования Под эгидой России Турции И Ирана Это конечно Прежде всего Так называемая Международная коалиция Антитеррористическая Под эгидой Соединенных Штатов Это прежде всего Соединенные Штаты Их союзники Ближневосточные Израиль Саудовской Аравии Это ни для кого Не секрет Эта группа Заинтересована В том Чтобы не терять Влияние На Ближнем Востоке Не уходить Из Сирии И кстати говоря Большой вопрос Что будет С американскими Военными объектами На территории Сирии Которые Как известно Американцы Оттуда выводить Не собираются Поэтому На мой взгляд Тут очевидно Что Интересы Так называемой Вооруженной оппозиции А проще говоря Боевиков И Боевиков Террористических Группировок в Сирии Которых Еще достаточно Много Сохраняется И в районе Идлиба И в других Районах Сирии Они в данном случае Совпадают С интересами Вот этих Внерегиональных Игроков Которые Заинтересованы В том Чтобы Максимально Отсрочить Процесс Мирного Регулирования И стабилизации Ситуации И в Сирии Такой вопрос Помним Что совсем Недавно Глава МИД Турции Призывал Как раз Нашу Страну Как одного Из главных Участников Сирийского Регулирования Повлиять На сирийские Войска Которые Достаточно Успешно Действовали На территории Идлиба Которые Если я не ошибаюсь Являются Достаточно Лакомым Куском С точки зрения Контроля Для наших Турецких Товарищей И Как мне кажется Существует Явный Конфликт интересов Там интересно Это наша зона Ответственности При этом Такое впечатление Что они путают Зону ответственности И зону оккупации Да Вот смотрите Получается Мы образовали Некую связку Москва Тегеран Анкара Но при этом У каждого Из этих игроков Есть свои интересы И при этом Интересы Турции И России Как мне кажется Могу ошибаться Не совпадают Намного больше Чем интересы Ирана И собственно России И вот опять же И эти дроны Вылетели Из провинции Идлиб Да Которая Вроде бы как Является Ну такой Зоной Ну условной Да Неофициальной Контроля Со стороны Наших турецких Товарищей Может быть Все-таки Снова Эрдоган Ведет Двойную Игру Вам не кажется Безусловно Безусловно Позиция Турции Она заслуживает Отдельного Очень внимательного Детального Анализа То что Наметилась Некая Коалиция По обмену Информацией По организации Переговорных Мероприятий Это вовсе Не означает Что мы В глазах Анкары Получились Безусловного Союзника На всех Направлениях Безусловно Эрдоган И турецкое Руководство Имеют Свои Интересы Национальные Интересы В том числе Выдлибе Которая Рассматривает Как Зону Своих Интересов Ближайшую Имея ввиду Исторические Культурные Связи В рамках Османской Империи Поэтому Безусловно Не будем Забывать Также Что Турция Играла Не последнюю Роль В Финансировании Террористических Организаций Сейчас Может быть Не принято Обращаться К этому Опыту Но как мы знаем Через территорию Турции Был налажен Транзит Нефти Контрабанды Нефти С территории Сирии Поэтому Я думаю Что помимо Центральной Власти В Турции Есть еще Много Политических И других Групп Влияния Которые Не заинтересованы В том Чтобы В развитии Того или Позитивного Сценария Для Сирии Имея ввиду Что Турция По прежнему Помимо всего Прочего Является Членом НАТО И Конечно У Турецкого Лидера Есть еще Стратегические Пространства Для маневра Между Между Интересами Сирии Россия И между Интересами Западных Стран Поэтому Такой элемент Лавирования Может быть Я думаю Что в какой-то Определенный Критический Момент Турецкие Спецслужбы Они могли Закрыть Глаза На подготовку Вот такой Организованной Атаки Но Я Не думаю Что Турецкие Власти Они Являются Таким Абсолютным Выгодополучателем От этой Акции Я Просто Честно Говоря Не пойму Что таким образом Анкара Какой сигнал Она хотела Послать Потому что Всем очевидно Что Атака Была Дилетантская Она Не смогла Она привлекла Скорее Информационное Влияние Вызвала Резонанс Но Никакого Ну скажем Так Практического Эффекта От таких Подобных Акций Нет и быть Не может Учитывая Хорошую Техническую Оснащенность И высокую Обороноспособность Наших объектов Поэтому Здесь Скорее Такая Информационно-психологическая Акция Кругов Которые Возможно Имеют Какой-то Выход Контакта Или влияние С турецкой Стороной Но Турецкое Руководство В этом На мой взгляд Прямо Не заинтересовано Еще у нас В новогодний Предновогодний Период Еще было Большое Событие На Ближнем Востоке Это Попытка Очередной Бузы в Иране Вот Выступления Массовые Относительно Массовые Выступления В целом Рядь городов Столкновения С полицией Как вы оцениваете Где здесь Выгода Приобретателя Опять же На мой взгляд Иран Сейчас Во многом Состоялся Имеет все Шансы Стать Таким Региональным Лидером По Нескольким Показателям Учитывая Его активную Внешнеполитическую Позицию Во-первых Учитывая Его роль В регулировании Сирийского Кризиса Во-вторых И Кроме Того После Отмены Западных Санкций Большинства Западных Санкций Иран Демонстрирует Большие Темпы Экономического Роста Возобновляя Экспорт Энергоресурсов И Наращивает Товарооборот Со Странами Региона И Со Странами Дальнего Зарубежья Да И все Я прошу прощения Вот немножко Статистики Как раз Цифру После того Как частично Были действительно Отменены Санкции И Рухани Пришел К власти Он Остановил Падение ВВП Которое В то время Составляло 6% Сейчас Кстати ВВП Показывает Очень Хороший Рост Порядка 12% При этом Он Снизил Инфляцию Которая Была В 2014 Году 40% Представляем Сейчас Она В общем Тоже Достаточно Большая 7,5 Но Тем не менее Действительно Иран Показывает Устойчивые Темпы Экономического Роста У меня Какой вопрос Есть версия Такая В СМИ Она Активно Достаточно Обсуждалась Что Инспирировали Эти народные Выступления Даже Не внешние Игроки А внутренняя Оппозиция Режима Рухани Еще более Консервативная С обычных Наших Точек Зрения Чем тот Режим Который Находится У власти Сейчас Ну Вы знаете В любом Случа Есть В любой Ситуации Некое Совпадение Интересов Как Вот Вы заметили Есть Бенефициары В любой Кризисной Ситуации И Я Вполне Допускаю Что Конечно Учитывая Такой Достаточно Закрытый Режим В Исламской Республике Иран Что-то Там Такое Организовать Извне С территории Третьих Стран Было бы Крайне Затруднительно Поэтому Конечно Имеет Элемент Такой Комплексного Подхода Да Вот То что Мы называем Социальным Инжинирингом Безусловно Есть Группы Влияния Внутри Ирана Которые Без Без Которых Никакие Организации Подобных Протестных Акций И мероприятий Просто невозможны В принципе Как мы Понимаем Поэтому Но Другое Дело Что Эти Волнения Они Были Растиражированы В западных СМИ Вызвали Широкий Общественный Резонанс И вот Судя по тому Как Работала Информационная Машина Западных СМИ Лично У меня Напрашивается Вывод Что Конечно Активная Позиция Внешней Политика Ирана Она Очень Многим Мешала И тут Конечно На фоне Определенных Успехов Которых Удалось Достичь В кооперации Между Россией Ираном Вот По сирийскому Направлению Конечно Многих Многие Страны Которые Воспринимают Иран Как угрозу Как Некого Конкурента Регионального Они Заинтересованы В том Чтобы Привлекать Внимание Вот Как минимум Да К таким Акциям И Я уж Не знаю Там Степень Их Участия В организации Приведения Непосредственно Этих Это Предмет Изучения Иранских Спецслужб Шепот Корпус Сража Исламской Революции Показался Как Такая Одна из Самых Эффективных Силовых Структур На Ближнем Востоке Поэтому Я За Конституционные Строй Исламской Республики Иран Тем более У них Была Возможность Потренироваться В девятом Году Когда Попытка Зеленой Революции Была Тоже Цветной Это Такая Проверка Боем Стратегическая Цель Которая Отвлечь Иран От Ситуации В регионе И сконцентрировать Его На решении Внутренних Проблем Но я думаю Что Всем известно Что эта попытка Провалилась Полностью Я думаю Что все Извлекли Уроки Из этой Ситуации Иран Стал На мой взгляд Еще сильнее Вышел из этой Ситуации Внутренне Внешне Поэтому Иран Рано списывать С счетов Скорее наоборот Я думаю Что у него Есть все шансы Укрепить Свои позиции На Ближнем Востоке Но в случае В кооперации С Россией Ну вот Такой Тоже интересный Момент В том числе Западные СМИ Очень активно Участвовали В кампании Согласно которой Был даже Якобы Арестован Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинижа Который является В том числе Представителем Вот этих Консервативных сил Но при этом Лозунги Которые Можно было Слышать И там Различные Призывы В разных Городах Ирана Они касались В том числе И правительство Раухани То есть грубо говоря Такого вроде как Более либерального Чем правительство Приехало Ахмадинижада Но при этом И против Исламского режима Потому что Как раз В 2009 году Когда была Так называемая Провалившаяся Зеленая революция Выступали как раз Против кондиционного строя И вот На ваш взгляд Евсеи Стратегически 5-10 лет Будут ли продолжать Пытаться Дестабилизировать Иран И грозит ли Ирану Ну некая цветная революция Потому что как мы видим Внутренние ячейки Оппозиции В том числе С внешним влиянием Ну все-таки Там есть Даже несмотря на то Что государство Достаточно закрытое Я с вами абсолютно согласен Очень много Несостыковок Таких Которые мы могли наблюдать И гуляет По этому поводу Шутка О том Что организаторов Плохо с фантазией Потому что опять Этот поднятый Вверх кулак И так далее То есть Начиная от атрибутики Заканчивая Практическими Инструментами реализации Это все Давно мы изучали В других странах Что касается Такое Противодействие Ирану То оно продолжается На самом-то деле С 79-го года И продолжается По сей день И будет продолжаться Это можно сравнивать С санкционным режимом Против России То есть Несмотря на Наше там Взаимопонимание Конфликты Или сотрудничество С западными партнерами Я думаю Что в ближайшие Там Десятилетия Санкции Пересмотрены не будут Ну глобальные Я имею ввиду По крайней мере Не отменены То же самое С Ираном То есть Помимо Вопросов Связанных С ядерной энергетикой Ядерной программой Ирана Есть же Традиционные Скажем так Претензии К руководству Ирана Связанные С правами человека И вот Все это Правозащитная Риторика Которая мы В полной мере Примеряем И на себя И на Руководство Других Неугодных Соединенных Штатах Стран Поэтому Здесь Вся загвоздка Наверное Все таки В независимой Внешней политике Ирана По крайней мере Я так склонен полагать Я думаю Что попытки Эти будут продолжаться Ну а что касается Внутренних Каких-то ячеек Которые способны Дестабилизировать ситуацию То если Иран и пойдет По пути Реформы Или либерализации То это будет Выбор В первую очередь Иранского народа И он сам должен Определиться По какому пути Развития идти Вот И все это должно Конечно Решаться Мирным путем Путем Консенсуса Путем Переговоров Различных Групп Это внутренняя политика Иранской Республики Поэтому Я не вижу Здесь на самом деле Никаких Противоречий То что Да То что Попытки Противодействовать Ирану И противодействовать Росту влияния Ирана В регионе Они будут продолжать Со стороны Соседей Это конечно Безусловно Спасибо огромное Напоминаю Уважаемым слушателям У нас на связи Был Евсей Васильев Кандидат политических наук Заместитель директора Бюро стратегической коммуникации Наш большой друг и товарищ Денис Александрович Ну вот у меня Последний вопрос к вам В том числе Во время этих протестов В первую очередь Молодые граждане Призывали правительство Не так активно Заниматься внешней политикой Естественно Это связано с тем Что очень активно Иран участвовал В сирийском кризисе Более того Иран поддерживает Напрямую Такую организацию Как Хезбалла И как вы считаете Поменяется все-таки Такая наступательная Агрессивная внешняя политика После этих протестов Либо наоборот Маховик еще больше Будет раскручен Знаешь Сама внутренняя логика Этих протестов Была в большей степени Экономическая Без сомнения Потому что И начались они в регионах С довольно невысоким Уровнем жизни И так далее Хватит воевать Давайте на развитие Страны деньги Знакомая риторика Я понимаю Тоже о чем ты говоришь Действительно Сама Идея И фраза О том что Все это вызвано Агрессивной внешней политикой Ирана Она появляется В западной прессе Прежде всего И именно Американские и британские СМИ Начинают раскручивать Тему что Все протесты Они из-за того Что Иран делает в Сирии И здесь мы опять Сталкиваемся С очередным витком Информационной войны Информационной кампании Идущей по одним И тем же принципам Лекалам Уж методическим Если хочешь То что хорошо для России Хорошо и для Ирана По мнению наших Западных друзей Политехнологических А вот так Чисто теоретически Мы видим Что Турция претендует На роль гегемона В регионе Иран Тоже имеет все основания Вот из этих двух стран Какую все-таки Вы сторону Предпочли С точки зрения Потенциала По крайней мере Да не надо Никого из них Предпочитать В данном смысле Надо самим усиливаться Надо усиливаться самим Безусловно Это первое Во-вторых Нужно выстраивать Логику Внешнеполитической Действенности Длинными циклами Геополитическими Для России Иран Очень хороший Стратегический партнер В длинном цикле Ну и с Турцией Мы стратегические попутчики Пожалуйста Уже мы слушатели Оставайтесь с нами Не переключайтесь Вернемся к вам Буквально через пару минут Добрый вечер Уважаемые друзья Мы продолжаем Вечерний Коминтерн В пятницу вечер Егорченков Данюк в студии Разговариваем Про внешнюю политику И в этой финальной Получасовке Поговорим про Восточную Европу Были политические события В Молдавии В Чехии В Польше Интересное развитие Давайте начнем С ближайших наших соседей Давайте с Молдавии Начнем Действительно Вот новый закон Об ограничении Для российских СМИ Антироссийский выпад Такой серьезный В Молдавии Был осуществлен Это прокомментировала Мария Захарова Очень любопытно Сказала Интересно также было бы Услышать Оценку официальных Представителей Европейских структур По поводу того Насколько столь Рьяное стремление Молдавских властей Зачистить Информационное пространство Страны Соответствует Общеевропейским Ценностям Любопытно Что те ограничения Запреты Которые вводятся Молдавскими властями Они касаются Прежде всего Информационных программ А не развлекательных Да Небольшая предыстория Дело в том Что Парламент страны Принял поправки В кодексе О телевидении И радио Которые собственно Как вы правильно сказали Запрещают трансляцию В республике новостных Информационно-аналитических Программ из России Не просто всего контента Который Существует В нашей стране Но именно Информационно-аналитических Программ А большая аудитория Была у людей Ну смотрите Вообще Согласно замерам Например на 16-й год 45% Населения Молдавии Использовало Как источник информации В первую очередь Молдавские Либо румынские средства Ну то есть Это журналы Это телевидение И примерно 15-20 Руководствовалось Ну как раз Тем контентом Которую производят Наши средства Массовой информации То есть с точки зрения Вот такой статистики Вроде бы удар Небольшой Но Тут нужно понимать Очень важную вещь Дело в том Что Молдавия Находится в состоянии Глубокого политического Кризиса Избранный Молдавским народом Президент Игорь Дадон Когда пришел к власти Анонсировал Стратегическое Сближение С нашим государством В первую очередь Восстановление Экономических связей Ну и в целом Сказал о том Что безусловно Нужно перестать Ориентироваться На Брюссель Вашингтон А я напомню С 2009 года Когда в Молдавии Произошла революция Твиттерная революция Так называемая В общем-то Молдавия Присоединилась К стану стран Которых можно Обозначить Как откровенно Антироссийские Прозападные Ну там часть Министров государственных С румынским гражданством Ну там вообще Были планы На самом деле По так называемой Унионистской реформе Когда Молдавия Ну при оплеванном Сочинении обстоятельств Смогла пересоществовать Как суверенное государство Я хотел бы обратить внимание Что Игорь Дадон Пришел к власти Как раз С использованием Пророссийской риторики Это было наверное Основной частью Его предвыборной программы И то что его отличало В предвыборный период Он опирался на тех По разным подсчетам 40-50 процентов Граждан Молдавии Которые выступают За сближение с Россией Да Он с одной стороны Выступал за сближение с Россией Но по крайней мере Пророссийским политикам Его назвать точно нельзя Он кстати в этом смысле Неоднократно говорил И я в этом плане С ним полностью согласен Он политик промолдавский В первую очередь Он выступал за сохранение Молдавской государственности Сохранение молдавского суверенитета То есть сначала И объективных интересов Молдавии как государства И просто экономического развития Потому что уже 7-8 лет Они пытаются активно интегрироваться В всевозможные западные структуры И экономические Кстати если вспомнить Евроассоциацию Вот эту За которую Украина билась Да Молдавия подписала даже раньше И на настоящий момент Она является одной Даже не одной Самой бедной страной в Европе По уровню как раз Соотношения ВВП На душу населения Ну потому что Евроассоциация Привела к ожидаемым Последствиям Те сферы Сельского хозяйства Например Молдавии Которые у нее еще были Они под действием Ограничений европейских Начали умирать окончательно Естественно Потому что главный рынок Для молдавской продукции Это в первую очередь Сельское хозяйство Как вы правильно сказали Но и другие там Аутрасли легкой промышленности Это естественно Рынок российский А Евроассоциация Она предполагает Что европейские товары Могут абсолютно Беспошленно проникать На территорию Молдавии А так как с Молдавией У нас тоже были Особые экономические отношения Они могли Беспошленно Появляться на нашем рынке Россия естественно Рынок свой закрыла Это очень сильно ударило По молдавскому производству И сельскому хозяйству И промышленности Но я не об этом Так вот Додонс стал президентом Но удивительным образом Учитывая параметры Политической системы Молдавского государства Президент фактически Не имеет реальных полномочий Потому что Парламентская республика Да, потому что Все реформы Так или иначе Инициируются парламентом И при этом парламент Назначает правительство Министров И Игорь Додон С одной стороны Декларировав стремление Ну вот этого разворота К нашей стороне По большому счету Столкнулся Не просто с саботажем А с откровенным Противостоянием Конфронтаций В лице Исполнительной органы власти В лице Правительства И законодательной Потому что там У партии социалистов Молдовы Собственно Чьим лидером является Игорь Додон Там нету большинства И вот этот закон Он в очередной раз Продемонстрировал Что Додон На самом деле Имеет очень шаткие позиции Он же витировал его Да Он его витировал Но согласно законодательству Если второй раз Парламент Принимает эти поправки То президент Не имеет права Не подписывать Додон Как человек Порядочный Который сказал о том Что я Такие вещи Подписывать не буду Отказался Естественно Было заседание Конституционного суда Который постановил Что в обход Собственно воли президента Мы все-таки Этот кодекс принимаем Я кстати хочу напомнить Кто другой подпишет Ладно Но как мне кажется Тоже очень важный момент Заключается в том Что сейчас Молдавия Идет по пути Украины Создается некий Такой информационный кокон Информационное пространство Где не может существовать Альтернативной точки зрения Где есть только позиция Которая соответствует Интересам Кишинева Причем правительство Кишинева Ну правительство Молдовы И парламента И как вы правильно сказали 40-50% населения Которые выступают против Вот этой либерально-демократической Я не знаю Процессов Просто игнорируются И самое интересное Опять же Вот нас постоянно Наши западные товарищи Обвиняют в том Что в России Душат Душат Свободу слова Вот этот кровавый режим Мордор Восточный Посмотрите Есть реакции Американских коллег На события в Молдавии Европейских Да нет Просто Тише да гладь Да нет Когда российские запрещают Это же нормально Ты же понимаешь Если американцы у себя запрещают Это все российское Потому что в Молдавии Плохо когда наоборот В этом смысле Даже не о двойных стандартах Идет речь А просто о таком Принципиальном подходе Все что делаем мы хорошо Все что делает Россия Или кто-то еще Это плохо Я хотел бы кстати Также напомнить Что в течение 2017 года Происходило множество Политических Дипломатических скандалов Например Очень высокопоставленный Представитель нашего государства А именно Дмитрий Рогозин В статусе вице-премьера Который находится Стал персоной Нон-Грата Да На территории Молдавской Молдавского государства А на минуточку Именно Рогозин В том числе Является уполномоченным По урегулированию Приднестровского кризиса Потому что Есть еще вопрос Приднестровья Очень важный Конечно Вот И помимо этого Запрещали въезд И депортировали Не только журналистов Наших отечественных Ведущих каналов Да Ну например Даже представителей Культурной отрасли Сферы Актеров Знаменитых Артистов И так далее То есть В данном случае Молдавские власти Целенаправленно создают Вот этот фон Вот эту почву Для того чтобы Продолжать эти провокации В отношении России И в этом смысле Ну как мне кажется Они здесь достаточно эффективны Потому что да Есть Додон Который постоянно Высказывается против Подобного рода провокаций Но сделать по факту Он ничего не может И опять по поводу Вот этого информационного кокона Как мне кажется Долгосрочные планы Есть у товарищей Которые пытаются Изолировать Молдавское общество От альтернативной точки зрения Посредством Собственно вещания Российских телеканалов Я не исключаю Что В ближайшем будущем Не дай бог конечно Но как один из вариантов Негативных Приднестровье Снова Из состояния Вот этого замороженного конфликта Может превратиться Снова в горячую точку По крайней мере Это соответствует Вот всей логике событий Видим что происходит На Украине Видим что в Молдавии И вот как раз Попытка изолировать Молдавское общество От альтернативных Средств массовой информации Это как раз поможет Подготовить Вот эту платформу Для ну не дай бог Конечно какой-либо агрессии Но тем не менее Поэтому Как мне кажется Нужно ухо держать востро И при этом понимать Что в отличие от Украины Нынешней Я сейчас не говорю Про Украину 2013 года Ну примерно Половина жителей Молдавии Выступает все-таки За тесные отношения С нашим государством Мне кажется Нужно апеллировать даже Это без учета Приднестровья Да Даже не к представителям Политической элиты Молдавии А непосредственно К самому народу В этом плане Кстати опять же Нужно отдать должное И нашему МИДу И нашему в целом Государству Потому что Несмотря на явные провокации Которые совершает Верхушка Молдавская Политическая Мы не разрываем С ними дипломатические отношения Мы до сих пор Считаем Что Молдавия Является нашим Братским Союзническим государством Кстати Можем вспомнить Что Игорь Дадон Присутствовал На параде 9 мая С нашим президентом Мне кажется О многом говорит И так далее Но тем не менее Молдавия К сожалению Мы видим Тоже расколото И очень надеемся Что последствия Этого раскола В политических кругах Элиты не станет Грубо говоря Искрой Из-за которой Начнется очередной Горячий конфликт И не дай бог Гражданская война А я предлагаю Дмитрий Александрович Перейти к другой теме Вот от Молдавии Там есть еще у нас Польша Да В которой тоже Накал русофобии Продолжает Постоянно поддерживаться Местными элитами И постоянно используется Для Тех или иных Достижения Тех или иных Политических целей Вот на этой неделе В очередной раз Была поднята тема Катастрофы Смоленской Крушение самолета Президента Польши Комиссия Министерства обороны Польши По повторному Расследованию Причин катастрофы Над Смоленском В 2010 году Пришла к выводу Что была все-таки Серия взрывов По их мнению На борту В крыле самолета Якобы что-то взорвалось И так далее А я более подробно Предлагаю поговорить О перспективах Российско-польских отношений В целом Роли Польши Даже Европейском Союзе С экспертом У нас на связи Руслан Асташко Главный редактор Портала ПолитРаша Руслан, здравствуйте Вы нас слышите? Да, здравствуйте Слышал Руслан, вот на ваш Экспертный взгляд Почему поляки Не унимаются? Пытаются постоянно Создавать провокации В инновационном поле Согласно которым Якобы взрыв Вот когда погиб Президент Польши Был внутри И вроде как Россия ответственна за это Как вы считаете? Но это ведь полный бред Уже даже Международная Авиационная комиссия Сделала выводы о том Что там была явно Человеческая ошибка Почему поляки Не унимаются? Тут два вопроса Первый почему А второй по поводу Самолета Они все в одном Конечно Сплелись Отлично на первый вопрос Почему? Потому что Трамп назвал Польшу Любимой своей женой В Евросоюзе И теперь Польша Является рупором Вашингтонским В этом регионе Как мы знаем Не очень простые Взаимоотношения У Соединенных Штатов С Берлином И даже Парижем Сейчас Европа Пытается играть Более самостоятельную роль И как бы на роль Такого внутреннего провокатора Была назначена Польша Польша эту роль приняла И соответственно Ее пытается Выполнять Трамп даже для этого Прилетал в Польшу И там говорил Что у них великая история Какие они молодцы И так далее И тому подобное Ну не сложно ему это сделать Он шоумает А второй вопрос Касается Конкретного самолета В котором погиб Президент Польши И большое количество Польских чиновников Ну на этот вопрос В свое время Очень правильно ответил Владимир Путин На своей пресс-конференции Он сказал Что ребят Даже если там была бомба То ищите ее Кто В самолет С президентом Проходит тщательнейший Досмотр И летел он Из Польши Да Из Варшавы Да То есть Предположить Что бомбу Заложили Российские спецслужбы В аэропорту Варшавы А польские спецслужбы Досмотрев Борт номер один Не нашли Эту бомбу Ну тогда Мы можем поверить В сказки о том Что Трампа Назначил лично Путин И Брексит Организовал лично Путин И только Блин С Украины Нам не повезло И только Порошенко Мы не смогли Сами назначить А он сам избрался Но тогда Придется всем нам И в эту версию поверить Мы прекрасно Понятно Что это полный бред Особенно на фоне Доклада Который выпустили Американские сенаторы Вот буквально На днях Где Россия Сравнивается С угрозой Когда Сравнивается угроза От России С Пёрл Харбором Харбором Когда японские Летчики напали Без объявления войны На базу И с трагедией 9.11 Когда террористы Врезались Башни Близнецы Поэтому Все это Очень удобно На этом пилятся Огромные деньги Польша играет Свою роль Но ввиду того Что вчера Дональд Туск Который поляк И является Руководителем Европарламента Он по сути Честно признался Что Так как В ближайшее время Польша прекратит Получать финансовую помощь Из Евросоюза Потому что Все молодые Страны Страны Молодые Европейские Которые были Приняты В Евросоюзе Не так давно А страны Балтии И Польши В это число Входят до сих пор Должны были Получать До определенного Времени Деньги То буквально В следующем году Эта помощь Закончится Вот Руслан Разрешите Более подробно Дело в том Что Ладно С нашей страной Действительно Специфические отношения У Польши Исторически Так сложилось Но ведь Польша До недавнего Времени Всегда была Пионером Внутри Европейского Союза И выполняла Директивы Брюсселя Одну из первых Знаете Как самый лучший Такой ученик А теперь Польша Пытается Ну в общем-то Претендовать На негласное Лидерство По крайней мере На востоке Европы И фактически Говорит о том Что перестает Расписываться Своей беспомощности Перед Брюсселем И Парижем Действительно Может быть Польша И Европейского Союза Скоро В общем-то Постучится И выйдет Опять же Вопрос делится На две части Брюссель И вообще Берлин Прежде всего Брюссель Это формально Находятся органы Власти Евросоюза Но по сути Всем Управляют Те у кого есть Деньги Есть у немцев И немножко У французов Но в большей степени Конечно у немцев До избрания Дональда Трампа Они совершенно нормально Выполняли роль Младшего партнера Соединенных Штатов В принципе У них не было Никаких противоречий Если помните Трансалантическое Партнерство Экономическое Которое Подписали в свое время США И Евросоюз А потом его отменили Которое по сути Ставило Европейскую экономику На колени Перед Соединенными Штатами Вплоть до того Что все международные Торговые споры Должны были решаться Внимание В коммерческих судах Специально для этого Созданных А не в судах Подчиненных Международному праву То потом Ситуация поменялась И избрание Дональда Трампа Президентом И вот это время Когда Америка Пыталась решать Внутренний Логично Потеряла Возможность Влиять на Международные процессы В Берлине Посчитали шансом Обрести для себя Настоящую самостоятельность Стали играть Более весомую роль В определении Своей внутренней И внешней политики То есть Грубо говоря Они Попробовали взять На себя Чуть больше Суверенитета И свободы Чем им было Это дозволено Так а Польше Не понравилось А Польша Присягнула Трампу Польша продолжает Польша Делать Тут Опять же Есть экономический блок Экономический блок Европы Он завязан На Берлин Прежде всего На немецкую экономику И конечно же Польша хочет Получать деньги А деньги она Впрямую Из Евросоюза Может получать По большому счету За счет Германии Но не хочет принимать Беженцев Например Ну Это логично С другой стороны Польша Есть еще другой блок Решения вопросов Это военный блок Это НАТО НАТО Это все-таки США Польша понимает Что Экономический блок Это конечно хорошо И деньги они пока От Берлина получают Но в случае Если начнется Жесткое противостояние Между Европой И США То они выбрали Сторону силы Они уверены Что Соединенные Штаты Америки И НАТО Они смогут Подчинить Национальные власти Европейских государств И навести там порядок В плане подчинения Вашингтону Поэтому они четко Выполняют свои задачи Отсюда Почему Меркель Теряет Очки Потому что Она принимает Беженцев Очевидно Это невыгодно Ей Отказать Она не может Потому что На нее давят Но не может Отказать Полностью Она сопротивляется Как может Надо понимать Что она тоже Не все берет Что ее просит Брать В плане беженцев Пытались решить Вопрос с Турцией А поляки Четко сказали Мы этого делать Не будем Потому что Дональд Трамп Разрешил Да Вообще Вопрос беженцев Кстати он Принципиальный Сейчас и на выборах В Чехии Насколько я понимаю Абсолютно Конечно Да Абсолютно Точно Вообще Вопрос беженцев Он принципиальный Для всей Восточной Европы Потому что Все прекрасно Понимают Куда эти беженцы Должны были идти Это знаете Был такой Демо период Когда беженцев Принимал Великобритания И Германия И Франция Это было Пока Мы Великие Европейские демократии Готовы взять на себя Такое обременение Чтобы принять Бедных и несчастных Беженцев С Ближнего Востока Но Основная нагрузка После того Как вся эта пиар-компания Должна была угаснуть В течение года Должна была лечь На страны Восточной Европы А с учетом того Что там и так Сложности с экономикой Потому что Вся их экономика Подчинена Интересам Берлина Прежде всего И Там уничтожаются Производства Которые конкурируют И растут производства Которые вспомогательные Для крупных промышленников Германии Прежде всего То соответственно Рабочих мест там Не так много Из Восточной Европы Все идут работать В Германию И Великобританию Да Знаменитые Польские сантехники Спасибо огромное Руслан У нас был на связи Руслан Асташко Главный редактор Портала Политраша Спасибо ему огромное За хороший экспертный анализ Дмитрий Александрович Вот мы про Чехию Тут Вы тоже упомянули А на минуточку 12 января Намечен первый тур В президентских выборах В Чехии Да Я знаю прекрасно О том что Роль президента Вот в Чехской республике Она ну такая Знаете Свадебный генерал Своего рода Больше представительская Но при этом Человек который Долгое время Занимает пост главы Государства Именно Милош Земон Это ведь не просто Такой Евробюрократ Что называется Это агент Путина Как американцы говорят Да потому что Этот человек Который последовательно Выступает За отмену санкций Говорит Очень Скажем так Нелестные слова В отношении НАТО Союзников Выступает За развитие отношений С Россией Китаем Ну как правильно Сказали настоящий Агент Путина Человек Путина Как угодно Можно называть Вот как вы оцениваете Перспективы Его переизбрания И вообще Чехия казалось бы В общем то Страна небольшая Но с другой стороны Одна из немногих Сейчас в Европейском союзе С которыми у нас Нормальные Конструктивные отношения В отличие от тех же поляков Ну значит Ситуация предвыборная В Чехии Такая Сложная Но не сильно Да Есть Земон И есть еще Восемь кандидатов Неплохо Вот А основных Из них еще Скажем Два Да Один представляет Культурное сообщество Скажем так Второе Академическое сообщество Притом Все кандидаты Кроме Земона Они Фактически Про-европейские Про-ЕСовские Такие про-западные Которые активно Рассказывают о том Что Россия Наш основной противник Что значит Санкции нужно сохранять Немедленно Что Крым нужно отдать Иржи Драгош Да По-моему Да Вот И довольно активно Через западную прессу Вкачивается Что они реальные Претенденты на власть Правда там со статистикой Беда Тому же Драгоша То 20% дают В первом туре То 47% То 30% В общем какая-то такая беда Настоящая европейская Социология Да Вот Думаю Думаю что в первом туре Земан Выигрывает Довольно легко Посмотрим как сложится Ну судя по всему так Если вспоминать Прошлые выборы Кстати говоря Земан же тогда не был Он в первом туре Получил 20% На втором 40% Да Он фаворитом не был Условно Думаю что в этот раз Ему будет проще С учетом того Что В общем его политику В Чехии поддерживают Так или иначе Население поддерживает Это в том числе По прошлому голосованию видно Он не скрывал Своих политических взглядов Что называют Как и мы кстати Абсолютно не скрываем Во втором туре Многие западные аналитики Говорят о том Что А вот тут-то Оппозиция его переиграет Но для этого К сожалению Оппозиции придется Объединиться А этого нет Ну посмотрим Вот в данном случае Мы будем откровенно Желать удачи Во втором И в первом туре Президенту Чехии Милошу Земану А я напоминаю Что с вами В течение двух часов Была программа Вечерний Коминтерн И ведущая Программы Дмитрий Гонщиков Никита Данюк Всего вам самого доброго На предстоящих выходных До свидания Вечерний Коминтерн